Сайлент Хилл Для начать рассказ об игре необходимо упомянуть одно очень важное обстоятельство. Оценивать игру, вышедшую без малого 20 лет назад, очень непросто. Стандарты геймплея ушли далеко вперед на много поколений, не говоря уж о техническом аспекте. Однако для немалого количества игроков даже в таком уже несуразном виде, эта игра продолжает выглядеть очень даже достойной. А все потому, что несмотря на попытку проработать все аспекты игры, упор был сделан именно на атмосферу и проработку сеттинга. И если на второй основной упор начали делать со второй игры, то атмосфера уже с первой части стала планкой для жанра. Да, годы проходят, на графику тех времен уже без слез не взглянешь, а атмосфера и пугающий мир все еще продолжают пугать, а значит поддерживать к себе интерес, пусть и не огромного множества игроков, но все же. Одно слово, японцы. Эту фразу я довольно часто употребляю, знаю, и она не совсем верна, ведь японцы способны создавать всякое непотребство не хуже других. Однако в этом случае она, как и в случае с темными душами, оправдана. Для меня оно в первую очередь символизирует кропотливость в создании той самой атмосферы и серьезное внимание к деталям. Другими словами, то, что в первую очередь записывают в плюсы. Что же, в общем-то из плюсов можно и начать. Сказать откровенно, я запускал игру со стойким скептицизмом. В конце концов, можно сколько угодно говорить о том, как хороши старые игры, но решиться играть во что-то незнакомое для тебя и при этом настолько старое, это требует определенных усилий, даже когда есть хороший стимул. Ну и плюс ко всему, я никогда не любил эту вступительную музыку, она меня просто бесила и по-прежнему бесит, это верх безвкусицы, на мой взгляд. И все же, стоило потерпеть несколько минут привыкания к непривычному управлению и старой графике, чтобы понять, насколько игра 1999 года выпуска уделывает некоторые современные проекты. Даже уже в прологе меня умудрились запугать настолько, что я тут же забыл о всех технических недостатках игры и просто практически искал, куда бы забиться, в какой угол. И плевать, что трупы развешаны на заборах квадратные и с невнятными текстурами, плевать, что кровь спустя 20 лет похожа на размазанную пиксельную краску, это быстро перестает иметь значение, ведь в дело вступают элементы, создающие атмосферу. Во-первых, это звук. Я всегда утверждал, что звук в играх даже более важен, чем визуал. Если игра способна пугать тебя даже с закрытыми глазами, значит сделана она качественно. Итак, звук в игре насыщен и, в принципе, является важным геймплейным элементом, о чем чуть позже. Амбиент устрашающего города скрежет помех от приближающихся врагов и их вой. Все записано довольно неказисто, но поставлено так, что отлично работает на общую идею. А уж включающийся в некоторые особо напряженные моменты тяжелый шум заставляет серьезно так задуматься над тем, чтобы не дать по тапкам, куда глаза глядят. Хотя основная часть игры проходит в тишине без какого-либо саундтрека. Точнее, основная спокойная часть, а спокойная здесь бывает не так уж и часто. Если говорить о механике, то игра напоминает... даже не знаю как сказать. Наверное, многие другие игры тех далеких лет. Мы контролируем персонажа с видом от третьего лица. Никаких особых способностей у него нет, он может только бегать, стрелять и взаимодействовать с предметами. Вот на этих трех китах и построена базовая механика игры. Здесь есть во что пострелять, всякой потусторонней маразоты на нашу голову будет в достатке. И чем дальше, тем больше и страшнее. Вот тут и пригодится оружие. Оружия в игре, откровенно говоря, мало, если судить с точки зрения количества. Три. Это пистолет, обрез и винтовка. Однако, поверьте, этого вполне достаточно, чтобы справляться со всякой сатанинской братьей. Главное следить за патронами. Их придется искать в разных местах, как и аптечки, кстати. Ведь у нашего персонажа есть инвентарь, в который все это складируется. На случай Аврала также есть пара орудий рукопашного боя. Но, как правило, с патронами в игре проблем нет. Во всяком случае, у меня их не возникло. Что до взаимодействия, то так как действия игры происходят в псевдооткрытом мире, важной частью геймплея стал квестовый элемент. Получи подсказку, разгадай загадку, найди предметы и пойми, куда его отнести и как применить. Загадки, кстати, довольно простые. Не справиться с ними довольно тяжело, я думаю. Но это нисколько не умаляет степень интересности процесса их разгадывания. Так что, помимо патронов и аптечек, наш герой будет носить в сумке еще кучу всякого непотребства. Например, радио, фонарь и карту. И даже не знаю, что из этого важнее. Все важно. Как я уже сказал, мир в игре псевдооткрытый. Хотя, даже такая характеристика была бы чересчур для первого Сайлент-Хилла. И тут, я думаю, пора рассказать о сюжете. Наш герой по имени Гэри Мэйсон, писатель по профессии, приезжает в курортный городок Сайлент-Хилл вместе со своей дочерью Шерилл, которую растит в одиночку после смерти жены. Как говорится, начиналось все культурно. Однако, очень быстро ситуация доходит до отметки, после которой появляется стойкое ощущение, что на сатанинскую общину повесили табличку «Курорт» и со словами «Не, ну а чё?» опустили дела на самотек, что не совсем верно, но в то же время не очень-то далеко от правды. И вот по приезду в город Гэри попадает в аварию, вызванную попыткой объехать внезапно появившуюся на дороге девочку. Очнувшись после аварии, он пытается отыскать дочь и, видя ее призрачный силуэт, пытается проследовать за ней по опустевшему городу, окутанному густым туманом. В процессе погоня попадает в какой-то переулок, залитый кровью, увешанный трупами, где на него нападают непонятные твари и убивают. Но это не конец. Очухавшись в кофейне, Гэри решает, что это был сон, однако даже если это и так, то авария все равно была, дочь пропала, людей на улице нет вообще, связь не работает и он тут один, и что делать непонятно. Благо в этом кафе он встречает Сибил, полицейскую, которая тоже тут застряла. Она дает ему оружие, после чего Гэри отправляется на поиски дочери в тот самый переулок, который только что видел в кошмаре. Такая вот завязка. Всю игру мы будем пытаться разгадать загадку города, куда исчезли почти все жители, почему здесь такая погода, откуда взялись эти твари и что вообще происходит. И все это время Гэри Мэйсон будет шастать по пустынным улицам, решая головоломки, отстреливая потусторонних. Ты можешь с самого начала идти куда хочешь, но важные места все равно перекрыты. Конечно, можно исследовать город на наличие патронов или еще чего-нибудь, но в этом нет острой нужды. Нужные локации будут открываться по мере сюжетной необходимости. Их тут не очень много, но достаточно. Городские улицы, школа, госпиталь, канализация. Ну и кроме того, время от времени мы будем попадать в некий альтернативный мир. Не прибегая к спойлерам, могу провести такую параллель. Возможно, вы знаете дополнение маска предателей к игре Neverwinter Nights 2. Там есть измерение тени, отражение реального мира, в котором все же кое-что по-другому. Вот здесь похожая концепция, только переходы между мирами непроизвольные. Шаг, и ты уже не в школьном классе, уставленном партами, а в залитых кровью, увешанных трупами комнатах, кишащих непонятными существами. Впрочем, обычный мир кишит ими не меньше. Как и положено хоррору, основная часть событий будет происходить в темноте. И вот тут поможет как раз-таки фонарик. Как ни странно, даже несмотря на древнюю графику, дизайн сделан так, что игра светотеней становится и правда пугающей. Всегда ждешь, что вот именно сейчас какая-нибудь дрянь со спины нападет, что в общем-то нередко и бывает. Однако и тут на помощь приходит носимый с собой гаджет. В кофейне Герри нашел радио, обычное радио, которое начинает издавать помехи при приближении нечисти. Собственно, поэтому мы его и носим, как замена радару. Если с темноты вдруг начинает слышаться скрежет помех, значит сейчас оттуда вылетит птичка. Огромная такая мерзкая птичка, больше на летучую мышь похоже. Или еще какая-нибудь дрянь выскочит обязательно. Это повод приготовить оружие к стрельбе. Кстати, сама стрельба, несмотря на возраст игры, почти не вызывает нареканий. Изредка разве что пули летят не туда, куда надо, но так это и в современных играх бывает, чего греха таить. И вот так по шуму можно идти на врага даже вслепую, то есть он привязан к противнику, а не звучит повсюду, создавая ненужный фон, что тоже похвально. Игру явно старались сделать не только интересной, но и удобной, не перегружая игровой процесс лишними прибамбасами. Кстати, если враг валяется застреленный, а шум продолжается, это значит, что его хорошо бы добить еще ногой, пнув как следует. Тогда шум стихает и, как камень с души, можно дальше исследовать город, будучи подгоняемым звуками собственных шагов. И разумеется, не стоит забывать о карте, без нее играть было бы невозможно. Как ни странно, она весьма удобна, хотя и не дает каких-то преимуществ, кроме понимания, где ты и куда тебе топать. Для каждого нового уровня карту придется искать отдельно, что также играет на атмосферу. Вот так вот ты ходишь по городу в темноте, светя фонарем то в карту, то в морды страшных, как современная киноиндустрия тварей, общаясь с персонажами и решая головоломки. И я вот что скажу. Несмотря на то, что игре уже скоро 20 лет, когда гаснет свет и включается фонарь, и при этом начинает играть в пугающий амбиент, и с темноты на тебя выбегает нечто, пытаясь тебя сожрать, игра выглядит очень даже достойно. Но на этом ее достоинство не заканчивается. Одна из главных особенностей всей серии игр Silent Hill и первой игры в частности, это внимание к проработке мира, на тот момент еще новорожденного. Сюжет здесь довольно прост и не станет для вас каким-то откровением. Стандарт хоррора, я думаю, хотя могу здесь ошибаться. Но в чем я точно не ошибусь, так это в проработке того, что я так люблю в играх. Лора. Исследуя город, можно найти некоторую информацию, проливающую свет на определенные события и понять подтекст, что нам хотели этим сказать разработчики. Все это факультативно и для прохождения совсем не обязательно, однако, как говорит мой друг, не пройдя эту игру самостоятельно несколько раз, тыкаясь носом в каждый закоулок, невозможно понять всей ее глубины. И это действительно так, если речь, конечно, не идет о роликах на ютубе, в которых за вас уже все нашли. И я не буду делать вещь, что раскатал все тайны игры, потому что чувствую, что это, мягко говоря, не так. Но, тем не менее, игра действительно располагает ко второму прохождению. Надо же понимать, что в те годы игры не выходили таким потоком, как сейчас, тем более хорошие игры. Одну игру можно было проходить месяцами или даже годами, переигрывая в нее раз за разом. Наверное, по этой причине разработчики сделали аж четыре концовки. Ну, точнее, их так-то две, но для каждой есть две вариации. И я сильно сомневаюсь, что при первом прохождении кто-то без подсказки добрался до лучшей, ведь путь к ней едва ли очевиден. И более того, после прохождения открывается возможность новой игры плюс, в которой тебе дается особый предмет. И, применяя его в нужных местах, ты откроешь пятую концовку. Шуточную, но все же. Думаю, это именно то, что нужно было любителям игр тех лет, чтобы игра продолжала удивлять долгое время. Ну и давайте на этом закончим педифирам по игре, пора и о минусах поговорить. Самый серьезный ее минус является неизбежным минусом любой старой игры, ведь время не щадит никого и ничего. Замечательно рассуждать о пугающей атмосфере и игре светотени, если у тебя развито воображение, и если ты сам начал играть в те времена, когда игры только начали отходить от всех графических стандартов. Однако взросшенным на всяких кризисах и ассасинскредах игрокам будет очень тяжело начать играть в это. Тяжелее, чем таким, как я. Но если вы потерпите, то я уверен, вы не пожалеете. Так что возраст игры все же не минус. Минус это тот факт, что игра никогда не выходила на компьютерах, поэтому запускается она через эмулятор. Ну, спасибо, что хоть вообще запускается. Однако не скажу, что это удобно. Впрочем, эмулятор это всегда такой орчий и несуразный костыль, так что роптать на это нет смысла. Тем более, что этот костыль местами очень даже спасает. Сохраняться в игре можно лишь в определенных местах, как и во многих современных играх. А вот эмулятор имеет свою систему сохранения и загрузок, позволяющие проводить эти манипуляции когда угодно и мгновенно, одним нажатием. И все же, на разных системах игра, полагаю, вполне может начать вести себя по-разному. Например, у меня любые заставки начинали провисать до одного кадра в секунду, при том, что по фреймрейту сам игровой процесс был в районе 22-25. У вас такой проблемы может не быть. Ну и кроме того, мне попался репак со вшитым русским переводом. Ай, да, я понимаю, что люди старались, я вижу это местами, даже многие текстуры перевели. Однако озвучка там отвратная. Если есть возможность играть на английской озвучке, играйте и даже не подходите к русской. Амбиент в игре хорош, однако порой неуместен, на мой взгляд. В некоторые моменты он сливается со звуком помех, и тебе просто непонятно, то ли ты не всех врагов убил, то ли это на тебя так страх нагоняют. А помимо амбиента в игре есть еще и саундтрек. Да. Лучше бы его не было. По вступительной мелодии я уже прошелся, это субъективное мнение, понимаю, но как живом не омерзителен. Однако и другие мелодии, отдающие фильмами о Джеймсе Бонде, в игре совершенно неуместны и не подходят местной атмосфере. В такие моменты хочется пробить себе фейспал. Камера явно не самая удобная. Чтобы развернуться и посмотреть, что же у тебя там за спиной шебуршит, придется хорошенько постараться, и не факт еще что получится. Так что часто приходится стрелять за пределы экрана чисто наугад. Если на том конце войкнули, значит попал. Впрочем, этой проблемой страдали многие игры того времени. Взаимодействие тоже обусловлено уровнем развития технологий 1999 года. Чтобы с чем-то взаимодействовать, нужно встать ровно в упор к предмету, иначе не получится. Так что возможен момент, когда вокруг какой-нибудь аптечки, благодаря все той же камере, ты будешь нарезать круги в попытке подобрать удобную позицию для взаимодействия. По этой причине многие элементы на вроде висящих объявлений или надписи на стенах будут упущены игроками. В принципе, на этом серьезные минусы заканчиваются. Можно еще найти несколько субъективных придирок, но, знаете, не хочется. Тем более, учитывая то, что все ее положительные и отрицательные стороны стоит воспринимать исключительно через призму того времени, что, увы, не каждому, наверное, дано. Однако я садился играть в Silent Hill, мысленно давая ей фору, но в момент, когда из шкафа выпал труп, у меня моргнул свет. Когда дрожь в руках прошла, я понял, что эта игра дает мне фору, а вовсе не наоборот. Поэтому я и вам советую не недооценивать ее. Я понимаю, это слишком уж старый продукт, тем более хоррор, но если вы неравнодушны к серии Silent Hill или к старым играм, или же к жанру хорроров, то есть у меня подозрение, что похождения Гэри Мэйсона вам придутся по вкусу. Субтитры создавал DimaTorzok